Предназначено для звонковых сообщений с разными вопросами и пожеланиями, на всякий случай запишите. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, сто восемьдесят семь, тридцать два, ноль восемь. Вот, знаете, давайте все-таки выключим пока. Вот, конечно, емкость этого зала явно недоиспользована. Поэтому, если кто-то из вас знает людей, живущих поблизости и имеющих желание и возможность поучаствовать в беседе, на всякий случай отправьте им смс-ку или позвоните. Может, по ходу дела кто-то еще подойдет. Вот. Ну, а для начала в двух словах немного о себе, а потом все оставшееся время о вас. Я надеюсь, что смогу ответить, если не на все ваши вопросы, то на большинство. Но присутствующие тут мои сотрудники постараются записать то, на что я не смогу ответить. Сразу, чтобы в дальнейшем можно было поискать ответы, так сказать, на официальном уровне. Вот. Ну, о себе. Родился 9 декабря 1952 года в Одессе. С 6 сентября 1995 года работаю в Москве. По дипломам инженер-теплофизик. Но теплофизикой после диплома не занимался вообще. Так уж сложились обстоятельства, что сразу же пошел работать программистом. Но, впрочем, теплофизическое образование потом мне много раз пригодилось. Поскольку теплофизика – это комплексная дисциплина, она находится на стыке множества разных наук и ремесел. И чтобы ею хорошо заниматься, надо не только все эти науки и ремеселы знать, надо еще научиться воспринимать их как единое целое. И уметь искать в одной науке ответ на вопрос, возникший вроде бы гамкой другой. Вот завтра в Визбесте должна выйти моя статья, посвященная очередной инициативе нашего правительства. И там я, между прочим, пишу о важности вот такой вот целостной картины мира, понимание того, что весь мир взаимосвязан, что все многообразие, наблюдая вахнами, событий, явлений, процессов, определяется небольшим числом закономерностей, что задача школы не в том, чтобы зазубривать отдельные факты, а в том, чтобы научить понимать эти закономерности. Так вот, это я пишу в основном на основе своего собственного опыта, потому что в конечном счете вот это теплопизическое образование помогло мне осваивать многие новые специальности. Вот, ну, программированием занимался до середины 95-го года, параллельно, начиная, ну, по сути, начиная уже с 90-го года, начал немного осваивать разные виды политической деятельности. В частности, с конца 91-го года я публицист, с начала 94-го года политический консультант. В общем, надо сказать, что и то, и другое получалось у меня неплохо, по крайней мере, большую часть тех избирательных компаний, где участвовал как консультант, удалось выиграть. Большую часть, но, конечно, далеко не всем, так что от вас здесь присутствующих зависит в этом смысле очень много. По крайней мере, я надеюсь, что каждый из вас постарается рассказать родным, близким и знакомым о том, что есть в Преображенском избирательном округе не только кандидат от «Единой России», но и другие интересные люди. Вот. Но...